Продолжение следует... Это одна из основных молитв, которые используют старейшина рода. При помощи этой молитвы старейшина может помогать любому человеку в своем роду. И мы с вами отмечали, когда эту молитву нужно применять. Эту молитву надо применять, если скоро будет какое-то важное событие. Это событие может быть у вас или у кого-то из ваших родственников. Чтобы подготовить нашего родственника к этому событию, начинаем молиться за него заранее. Если это событие небольшое, например, сдача экзаменов. Достаточно за три дня до экзамена молиться за этого человека. И если событие более важное, например, вы устраиваетесь на хорошую работу. Например, это ваш супруг идет на собеседование на новую работу. Значит, как настоящая жена и как истинная старейшина, начинаем молиться за семь дней до этого. За счет этой молитвы мы создаем вокруг нашего родственника защиту родовую. И когда наш близкий, дорогой человек приходит в это событие, он под защитой. И у него много на помощь для него родовой энергии. И тогда легко сдается экзамен. Во время собеседования на работе видят, что мы хороший будущий лидер. Während des Vorstellungsgesprächs sehen unsere Vorgesetzten, späteren Vorgesetzten, dass wir eine Führungspersönlichkeit sind. Видят нашу силу и берут нас на работу. Итак, если предвидится какое-то событие, то молитвы можно делать за 3, за 5 или за 7 дней до этого события. Also, wenn ein Ereignis kommt, dann kann man mit dem Gebet 3 Tage, 5 Tage oder 7 Tage zuvor anfangen. Бывает, что в роду долгие проблемы присутствуют. Manchmal kann das sein, dass im Stamm schwerwiegendere Probleme vorliegen. Например, это какие-то судебные процессы. Zum Beispiel, langwierige Prozesse, wie ein Gericht. Эти судебные процессы могут длиться месяцами и даже годами. Или у нас в роду кто-то страдает от алкоголизма или от наркомании. А может быть, у нас в роду есть человек, у которого тяжелая болезнь. Или, может быть, у нас в роду есть больная болезнь. Итак, мы видим длинную проблему. Also, sehen wir ein langwieriges Problem. Значит, мы начинаем молиться за этого человека циклами по 21 дню. Also, fangen wir die Gebete 21 Tage lang. 21 день – неделя перерыва. 21 Tage gebet, 7 Tage pausa. Затем снова молимся 21 день и снова пауза 7 дней. Danach wieder 21 Tage beten, 7 Tage pausa. И таким образом мы можем повторять цикл молитвы столько раз, сколько нужно. Und so können wir unsere Gebetsreihe fortsetzen, solange wie notwendig ist. И будем молиться до тех пор, пока проблема не закончится. Представьте себе человека, который находится в этой проблеме. То есть болеет или у него суды или неприятности. Затем, чтобы он не хватает личной энергии, то есть проблема затягивается и расширяется. А когда мы за него молимся, мы поддержим его энергией Рода. И тогда на решение проблемы идет энергия всего Рода. И проблема решается. Пожалуйста, помните, что вы старейший народ. Поддерживайте своих близких. У вас для этого есть молитва за живых. И я помню глаза каждого из вас, когда вы были на семинаре Сила Рода. Я видела, что вас послали предки, чтобы вы помогали вашему Роду. И я знаю, что у вас получится ваш Род спасти и сделать процветающим. И мы продолжим с вами говорить о молитве за живых в следующем видео. До встречи! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok